История строительства второй мечети в Нефтекамске началась в 2003 году. Тогда общины мусульман, которая располагается в Махаля по улице Держинского 1Б, было принято решение расширить площадь, где могли бы собираться все верующие. Ведь места в этой двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже жилого дома, едва хватало для всех. Место для строительства было выбрано на пересечении улиц Социалистической и Держинского. Однако залив фундамент, организация «Башнефтепромстрой» приостановила работы. Причиной тому послужило отсутствие финансирования. С мертвой точки дело сдвинулось лишь в 2015 году. Тогда в один из летних дней в Махаля собрались ряд предпринимателей города, народные избранники, представители мусульманской общины. В нашем приходе очень много молодежи, ходят на намаз. Вот у нас здесь площадь 130 квадратных метров. А здесь в пятничный намаз уже люди не входят, то есть места не хватает. Это уже говорит о том, что у нас зрела проблема увеличения площадей. Да, Аллах, иншаллах, если построить, значит, там разрешаются все проблемы, иншаллах. Меня радует то, что администрация города и ведущие бизнесмены города, они от них голосом сказали, будем строить. Однако провести встречу было недостаточно. Дело требовало реальных действий. Спустя 10 месяцев после встречи хазраты с инициативной группой строительства в мечети наконец-то возобновилось. Благословить процесс приехал муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Нур-Мухаммад-Хазрат и хазраты духовных учреждений близлежащих районов. Вклад в строительство мечети внесли десятки нефтекамских бизнесменов. Мусульмане помогали и продолжают помогать благому делу как материально, так и физически. Кто деньгами, а кто кирпичом и раствором. Среди собранных средств были деньги мусульман из других городов и районов. Бисмиллахи ррахмани ррахим За два месяца возобновленного строительства специалисты возвели стены первого этажа будущей мечети. Затем, чтобы работы велись четко и слаженно, следит куратор строительства, внося свои силы и средства в общее дело на совершенно безвозмездной основе. Каждый мусульманин должен считать долгом принимать участие в строительстве мечети, поэтому не позволяет время с физической возможностями. Поэтому я с удовольствием согласился. Моя задача входит в обеспечение материалами, техникой и общий надзор. Мы строим, можно сказать, из наличия средств. Пока средства позволяют, строительство ведется. Весь строительный материал покупаем на средства пожертвования, которые вносят мусульмане города и жители Несекамска. Поэтому на сегодняшний день нами освоено порядка двух миллионов рублей. Контроль качества производимых работ ведет специалист технического надзора. В строительстве Людмила Бердникова проработала более сорока лет. За ее спиной многолетний труд в строительном управлении Кармановской ГРЭС и строительном управлении Энергопром Жилстрой. Сейчас основная работа идет, даже не покладки, хотя мы уже перекрыли, доходим до перекрытия первого этажа. Усиленные работы ведутся по подземной части. В связи с тем, что была приостановка строительства, там произошли небольшие изменения, разрушения будем говорить. Это разрушение связано с тем, что мы демонтировали перегородки, убрали пол. Поэтому сейчас основная работа направлена на усиление конструкции цокольного этажа. Также будет производиться утепление цокольного этажа с наружной стороны экстругированным пенопластом. Как видите, строительство ведется очень хорошо. Камещики здесь просто отличные. Работы ведутся согласно строительных норм и правил. Когда Дом Аллаха будет готов, то будет представлять собой двухэтажное здание, в котором для намаза будут отдельно оборудованы мужской и женский залы. У нас соблюдены все требования шариата с канонов ислама. Кандусы для тех, кто не может передвигаться самостоятельно, для колясочников. Пожалуйста, доступ для всех. Двери наши будут открыты. Вот это особенность нашего проекта. И еще один момент. У нас мечеть, минорет нашей мечети 36 метров. То есть мечеть, она сама по себе как мечеть, а минорет украшает мечеть. Поэтому, хоть это дороговато, но мы на этот шаг пошли. Одним из тех, кто вносит посильный вклад в строительство мечети, является Нур Мухамеддинов. Мужчина всю свою жизнь трудился в сфере строительства газовых сетей. Строил военные объекты в Татарстане. Но большую часть своей жизни проработал в системе горгазов в Нефтекамске. Сейчас Нур Ахмат Нурович руководит своим небольшим бизнесом, но сферу деятельности так и не сменил, занимаясь проектированием схем газификации тех или иных объектов. Мужчина вспоминает, что еще с детства ему нравилось помогать людям. И при строительстве мечети он не мог остаться в стороне. Ведь ранее он уже помогал при восстановлении Свято-Троицкого храма. Такой сидит с каждым человеком. Я, я. Стать на колени не могу. И это меня так удивило, что я, оказывается, не думал простой человек, оказывается, я тоже такой, как все. Не могу преклонить колени, перед Богом даже. Не то, что перед другими людьми поклониться, подчиниться. И я все-таки смог там поклониться, и с этого у меня, наверное, началось. Пока идет строительство мечети, представители мусульманской общины продолжают ютиться в Махаля, а численность верующих продолжает расти. Одни чувствуют необходимость духовного умиротворения, другие с помощью ислама ищут свое место в жизни. Здесь проводят собрания, читают намаз и разбирают суры Корана. Не упускайте момент. Пользуйтесь любой выделенной возможностью для просвещения себя Всевышнему. По пути на работу и обратно делайте зихо. Слушайте Коран, берегите свои глаза от запрещенного. Если рядом с местом работы расположена мечеть, то следует в обеденное время прочитать намаз в мечети. Это также прекрасная возможность для передышки, чтобы продолжить свой день продуктивно. Особенно Махаля переполняется во время священного месяца Рамадан, когда мусульмане все больше стремятся прочитать намаз в священном месте. Пройдя испытания голодом и жаждой, вечерами верующие собираются вместе. Они читают Коран во славу Аллаха, призывают к молитве и только потом приступают к трапезе. Чтобы строительство мечети на улице Держинского продолжалось, необходимо полность жителей. Для этого в сети магазинов Аксорлат установлены специальные ящики для сбора средств. Они установлены на Карла Маркса 2, Парково 19 и в магазине на Николоберезовском шоссе 6. Возможность нести пожертвования есть и на Дорожной 29 и в магазине по проспекту Юбилейный 4. Денежные средства, а также предложения любого рода по содействию строительства принимаются в Махаля по улице Держинского, 1Б. Субтитры создавал DimaTorzok